Оценили итоги, и что для вас было главным в этом году? Степан Степанович сказал, что год потерянный. Потерянный в том случае, что для развития страны. Я здесь, к сожалению, вынужден сформулировать более пессимистично. Год не потерян, а год еще более радикального разворота, либо подтверждения самых негативных тенденций. Начиная с негативной, в этом году как раз праздновали четверть вековой юбилей, дробь, годовщину правительства радикальных реформ Гайдаровского, так именно в этом году произошло такой радикальный, подчеркнутый, демонстративный присяга президента лояльности Гайдаровщине. Гайдаровщина, Чубайсовщина, Ульюкаевщина, Набиулевщина. По крайней мере, внутри страны. Только где еще? У нас президент отвечает за нашу страну, а не за другие. Начиная с экономического совещания весной, которое носило характер, с моей точки зрения, демонстративной провокации. После всех Московских экономических форумов, после всех докладов Российской Академии Наук, после всех выступлений Торгово-Промышленной Палаты, это я все перечисляю, вольную экономическую общество, это я перечисляю, где общность так или иначе выражала ясную позицию, что необходима социально-экономическая альтернатива. То есть патриотического разворота, на который мы надеялись, явно не произошло. Я подчеркиваю, мало того, что нет, мало того, что недосмысленный крен Гайдаровска, Чубайсовщину и так далее. Но даже сама общественная дискуссия на всех публичных каналах искусно представлена, как дискуссия между Гайдаром и Чубайсом, с одной стороны Глюкаева, и с другой стороны с Толыпшинским клубом Титовым. И все. 2017 год, мы практически в каждой передаче будем вспоминать, что это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Вот как вам кажется, тенденции, какие будут побеждать? Советские, просоветские или антисоветские наоборот? Значит, какие тенденции побеждают пока? Чтобы нас не было, что мы все друг другу поддакиваем, легко поспорить. Вот с Степаном Степановичем. Значит, Степан Степанович выделил 50-кое-то место по футболу, да? Вот, я буду с ним спорить, я скажу, неважно, какое место по футболу. А вот по вложениям в то главное, что определяет конкурентоспособность современного государства, экономики и так далее, в науку. Подчеркиваю, не по абсолютной цифре, а по проценту от ВВП, который вкладывается в науку. Где мы? Но явно не в СССР. Там же где и футбол. Так вот, чтобы была понятна глубина нашего падения и тенденция, я подчеркиваю, речь не о том, идеально ли организована Академия наук, идеальны ли там люди. Нет. Я о том, какие деньги в это вкладываются. Степень нашего падения. По проценту от ВВП вкладываемого в науку, фундаментальную науку, мы позади Эстонии, Венгрии, Словении, Португалии. Вообще мы в четвертом десятке стран. Юрий, я немножко направлю, а все-таки эта тенденция, на ваш взгляд, будет продолжаться или будут предприниматься какие-то меры? Ведь посчитать это же могут все, это очевидно. Вот смотрите, есть тенденция парадная, фальшивая. Да. А есть тенденция скрытая, но подлинная. Парадная, фальшивая, ура, вперед, мы теперь самые крутые. Но она же должна подкрепляться реальным. Вот вы говорили правильно о том, что берут вверх какие-то вот... не архетипы даже, а нормальные установки людей. Им тут же подсовывают ложные, вливодящие в сторону примеры. Скажите, у нас семейственности кумовство только в Академии наук? У нас нет такого, что все сынки работников администрации, президентов, ФСБ и так далее, руководят банками. Сословно-феодальное общество, да. А сыночки руководители банков уже все на высоких постах. Это же сверху спущена повсеместно сословно-феодальная система. Люди с этим не согласны, им бросают кости. Смотрите в Академии наук, академики своим детям придают институты. Безобразие, я согласен. Но брошена кость сознательная, чтобы ввести людей в ложную промежусть, чтобы под улюлюканье людей разгромить Академию наук. Но все-таки... Это тенденция, тенденция... Будет ли эта тенденция переломлена, как вам кажется? Я тенденцию характеризую, как использование нормальных, естественных для человека стремлений, требований справедливости и так далее, для того, чтобы еще сильнее закрепить паразитический, олигархический, никак не нацеленный на развитие, а нацеленный только на высасывание соков из доставшегося наследства режима. Вот главная тенденция. Еще раз подчеркиваю, я не злопыхаю. Меня глубоко расстраивает каждая следующая провокация. Но она все вновь и вновь повторяется. Юрий Юрьевич, тем не менее, мы видим в последнее время довольно громкие аресты. Например, арест министра Улюкаева. Мы никаких выводов не делаем о его деле. Это пусть разбирается следствие, пусть ему помогают адвокаты или мешают адвокаты. Но тем не менее, подобного рода арестов не было, наверное, с 50-х годов. И довольно много громких арестов чиновников. Это какие-то пиаровские акции? Или это все-таки государство пытается бороться с коррупцией? И не является коррупцией вообще неотъемлемым качеством этого государства? Знаете, на выборах 2011 года Станислав Говорухин произнес фразу, которая меня просто покоробила. Цивилизованная коррупция. Идет ли какая-то борьба с коррупцией? Или мы видим какую-то действительно пиаровскую акцию? Ну, арестовали несколько громких людей. Наверное, рядом такие же совершенно люди на тех же постах. На них есть такая же информация. Но мы их пока не трогаем. Хватит и этих. Судите сами. Как выдающаяся победа была преподнесена приватизация госпакета акции Роснефти. Да, это точно. Совершенно непонятно было нам. Который Гайдаровец Улюкаев уже никак не мог препятствовать. В чьи руки попал пакет? Нам только что все уши прожужжали о том, что за спиной боевиков в Сирии стоит кто? Катар? Да. Поэтому наш лучший друг, которому мы уступаем весомый госпакет акций, опять все уши прожужжали, стратегической компанией Роснефти, попадает в руки Катарского суверенного фонда. Ну и одновременно, уж не знаю, это такая ухмылка истории или такой размен, Пальмира, в которую целый оркестр свезли ради обеления виолончелиста известного, и представление его в респектабельном виде. И всего, что вокруг него. Не его, он-то ладно, музыкант, а всего, что вокруг него. Сомнительные сделки госкорпорации с панамским аукшором и так далее. Эту Пальмиру одновременно сдают. Уж простите прямым текстом тому же Катару, его боевикам. Так получается. Вот если исходить из того, что при этом мы одновременно еще и боремся с коррупцией, то как-то вот концы с концами не сходятся. Другой пример. Я, конечно, не очень... Вот мы привыкли, коррупция это где-то, не дай бог, кто-то нам воду более дешевую купит, а выдаст за более дорогую. Но коррупция это на самом высшем государственном уровне. Все остальное это мелочевка. Если на самом высшем коррупции нет, то внизу она подавляется легко. Никакой научной проблемы, что с этим делать, не существует. Значит, я тут специально расписывал. Но если нам не хватает своих сил для освоения южных Курилл. Вот сама идея, сама идея того, что мы будем совместно Курильские острова осваивать с теми, кто на них претендует... Причем они там будут на особом положении, да. Я за особое положение, но сильного и благородного. Вот вам визы на могилы предков, пожалуйста, приезжайте на 7 дней и уезжайте. Это благородное особое положение. Но согласие на совместное освоение с теми, кто претендует... Я напомню, Вторая мировая закончилась так. Есть победители и есть, безусловно, капитулировавшие. Юрий Ильич, ну немножко если от Японии вернуться с коррупцией. Извините, это очень важно. Никакой дискуссии между победителем и, безусловно, капитулировавшим об условиях капитуляции не было и нет. Кто инициировал это? Вообще-то инициировались США. Подача под прикрытием США. Вся эта история. Так вот, мне представляет, что это вопрос... И внешней политикой, это вопрос и внутренней политики. Это демонстрация такой слабости, такой сговорчивости. Вы меня спросили о коррупции. Но я-то за этим подозреваю. Я, к сожалению, так же, как за сдачей страны в ВТО, я подозреваю коррупцию на высшем государстве. Так же, как за сдачей Баренцева моря, акватории. Понятно. Вот в чем проблема. Фактически, фактически, скорее государство имитирует борьбу с коррупцией. Для нас, для средств массовой информации, для народа. Государство – институт. Когда вы обсуждаете внешнюю политику с американцами, для американцев это вот государство – черный ящик. А для нас нет. Для нас государство – это мы, а есть власть. Не государство имитирует, а, к сожалению, надо... С моей точки зрения, если в один ряд поставить провокации со стратегией научно-технологического развития, о чем я говорю, и стремнен добить ран, со стратегией экономического развития весеннее совещание, с приватизацией Роснефти, уже половина акций не принадлежит. Вот у нас, опять же, выдающаяся победа, что теперь вместе с японцами осваивать Сахалин, нефть, шельф Сахалина, будет еще и Роснефть. Здорово, аплодируем. Чему по программе приватизации 2012 года к 2016 году государство должно быть полностью выйти из активов Роснефти? Просто чуть замедлили. То есть Катар и Япония будут осваивать... Чему мы аплодируем катарцы, швейцарцы, британцы и еще какой-нибудь неизвестный нам пока новый собственник будет выкачивать нашу нефть у берегов Сахалина и отправить куда-нибудь еще дальше за рубеж. Это не коррупция. Это какое другое обоснование имеет? Никакого. Юрий Юрьевич, вот у меня такое впечатление сложилось, что когда под боком у властей случился Майдан, когда нельзя было не брать просто Крым, это вообще бы никто не понял, все-таки под давлением внешних обстоятельств, из-за угрозы, наверное, собственного благополучия и даже где-то существования, все-таки власти стали меняться. Как вам кажется, я вот тоже проголосовал за последний пункт, что угроза собственного благополучия может заставить нашей власти пойти практически на любые меры, там, не знаю, вплоть до смены режима политического. Больше знаешь, хуже спишь, и труднее изъясняться с народом. Народу вброшено так. Вот с одной стороны коррумпированы Люкаевы, там, Гайдаровска, Чубайсовска, а с другой стороны вроде как нет, вроде как Роснефть. А когда вдруг понимаешь, вот схема, вот я просто рисую схему, чтобы было понятно, и про чем благополучие в том числе отвечу. Вот схема. По Конституции правительство управляет федеральной собственностью. Да. Посмотрите, сколько акций Роснефть у нашего государства? Как вы думаете, сколько? Сколько? 0, 0, 0, 0, 0, одна там многотысячная. А остальные где? А остальные Роснефть и Газа. А Роснефть и Газа – это что? Это же коммерческий объект. А кто управляет Роснефть и Газом? А тот же, кто и Роснефтью. Здесь просто государственные акции передали в управление управляющего тем, кем мы должны управлять. А это не безобидно. Чему благополучию Что бы ни происходило, остается одно и то же. Если мы пытаемся эту синякуру отнять у ближайшего сподвижника президента, руководителя Роснефти, то это угроза его благополучию. Хочешь изменить курс? Угрожай благополучию. Так он что будет защищать? Он будет защищать свою синякуру. То есть мы в такой ловушке, из которой не так легко выбраться. А все-таки почему при этом как-то протестовать открыто решаются очень немногие люди? Люди не понимают. Людей все время подталкивают к ложному выбору. Вот хотели, чтобы мы коррупционеров сажали, вот Улюкаева сажаем. А Сечин на посту. Все хорошо. Жим плохо кончится и уйдет в историю. Короткая реплика. Ведь все зацикливается. Тот самый Кириенко, который от имени государства 20 лет назад подписывал договор о том, чтобы госпакет акций Газпрому передать в управление самому Газпрому. Теперь этот же Кириенко возвращен в администрацию президента на высочайший пост. А для того, чтобы... Спрашивай, почему народ не бунтует? А для этого создан образ талантливого управленца, которого я комбинатом хорошо руководил. Вот и все. Вот и вся схема. А Юрий Михайлович, и что бы вы хотели видеть в новом году? Не хочется портных настроений ни вам, ни нашим телезрителям, но от слова криминально здесь отказаться никак невозможно. Управление Россией абсолютно криминально-олигархическое на данный момент. И я привел пример и готов и доказ в любом суде. Это криминально-олигархическое управление. М-м-м. М-м.